В последний день июня в Балакове почти 10 часов проходила операция по спасению лося. Животное обнаружили утром возле плотины ГЭС. Течение сносило его гидросооружением. К спасательной операции привлекли катер-буксир из состава флота, обслуживающего ГЭС. Благодаря этому лося удалось подогнать к берегу, подальше от плотины. К этому времени он достаточно сильно устал, но силы забраться на бетонную дамбу всё-таки нашёл. Почувствовав под ногами твёрдую почву дикий зверь устремился в лесопосадке в сторону реки Балаковка. Естественно, догнать его участники спасательной операции не смогли, поэтому пришлось выслеживать зверя с помощью охотничьих собак и системы видеонаблюдения. На это ушло несколько часов. За это время лось успел отдохнуть и убежать в сторону частного сектора на улице Коммунистическая. «Вот там коридорчик узенький. Здесь полно земли, он здесь пускай гуляет». Там его и застали участники спасательной операции. Скрываясь от преследования, лось попал на территорию больницы водников. Здесь подключились сотрудники егерского хозяйства, охотники и стрелок из управления дорожного хозяйства и благоустройства. «Дикий зверь опасен». На готове было и специальное оружие, заряженное шприцем с усыпляющей жидкостью. Выстрел и первая неудача. Шприц отскочил от шкуры лося и разломался. Второй выстрел – та же картина. Животное явно не понимало, что происходит, а потому близко людей не подпускало. Поэтому пришлось сделать еще несколько выстрелов. По периметру больницы стояли полиции и скепы, потому как приближение к зверю могло быть опасным, а зевак вокруг собралось достаточно много. Ближе к концу рабочего дня на место спасательной операции прибыл даже начальник Балаковской полиции Михаил Гришин. К этому времени снотворное начало действовать. И лось по большей части лежала в кустарнике. Когда, наконец, он уснул, его погрузили в фургон и отвезли на правый берег Волги, откуда он, судя по всему, и приплыл.